Всем привет! В эфире программы Хедлайнер и сегодня выпуски. Made in Kazakhstan. Арт-бенд поведал все секреты производства музыкальных инструментов. Кадроли Булманов открыл школу Каракат. Мегам Фокс желает принять участие в смертельной битве. Алматинская музыкальная фабрика может производить любые металлические изделия. На данный момент лидер группы арт-бенд Артур Жумабаев акцентирует внимание на музыкальных составляющих. Все материалы производятся в Казахстане. И поверьте, по качеству и цене такие пипитры будут только выигрывать. Занимаемся чисто инструментами полумузыкальной темы. Это пипитры, стойки барабанные. Все металлические, какие есть конструкции по музыкальной части, мы в принципе все можем изготовить. Это не говорит о том, что надо где-то закупать это или еще что-то. Это все наша продукция полностью. Все у нас оборудование для этого есть. Весь материал также все это, все казахстанское, все производство. Ну, в общем, есть китайские, вот я вам могу показать китайские пипитры, допустим. У них все крепления, они намного слабее. Уже начинают стойки спадать, сама верхушка не держит. Также у нас есть фиксатор наверху, который уже не даст, допустим, склониться, упасть этой книжке. У нас стоят здесь капровоктановые прокладки. Допустим, когда если оно, во-первых, металл об металл не шоркается, и зажим намного прочнее и устойчивее. Я как практикующий музыкант, собственно говоря, откуда это все пошло, потому что очередной раз сломался пипитр. Я пошел, хотел купить, но там цены были такие космические. Думаю, а что в этом механизме такого стерстейства? Ничего сложного, его можно собрать за час, имея ресурсы. И собрал, но тем не менее, опять же говорю, если будет субсидирование государства, мы готовы их делать там в 10 раз дешевле, чем китайские. Но пока что делаем за свой счет, но в любом случае они будут стоить дешевле. Все станки у нас казахстанские, это шимкенский прессовальный гильотинный завод, металл тоже. Соответственно, все остальные агрегаты, а это наследие завода имени Кирова. Как я вам сейчас хочу показать новую технологию того же пипитера, просто крепление, мы хотим перемодификацию сделать. Для начала я протачиваю, а для того, чтобы нарезать резьбу. Все, протачиваем, снимаем. Переключается для того, чтобы станком резать резьбу. Не лерки мы используем, а сам станок. Вот у нас резьба готова. Для чего это делается все? Вот, это нижняя стойка пипитера получается. Все, мы нарезаем кончик резьбы. У нас уже предварительно изготовлена гайка для нее. В ней запрессован каприлоктан. Это для того, чтобы она вкручивается, вставляется эта трубка. Все, во-первых, она не ходит по металлу. Все, вот, затянул, все, она держит практически. Все, так же сверху сделано. Откручивается, так же в обслуживании, так же легко. Выдерживает так же до 5 килограмм. Кадроли Булманов известен своим патриотизмом. Не зря у него ученая степень по этнопсихологии. Вместе со своей супругой известный продюсер открыл очередную школу «Каракат», где дети учатся играть на национальных инструментах. Чего не сделаешь для любимой жены. Еще осенью Кадроли анонсировал открытие школы-студии имени «Каракат» в Алматы. Напомним, в Астане уже есть подобное учебное заведение. Оно открылось еще в 2009 году. Там изучают игру на домбре, жетеген, клыкобыс, вокальное искусство, хореографию и актерское мастерство. Это не просто кружок самодеятельности. Это полноценная школа с профессиональными педагогами. Да, она платная, но стоимость обучения вполне демократичная, особенно в сравнении с остальными школами. Я открывал ее не для прибыли. Для этого у меня есть свой другой бизнес. Главное – сохранить и передать традиции нашего народа. Самое главное условие – прилежно выполнять домашние задания. Сама я присутствую на экзаменах и время от времени провожу мастер-классы. Просьбы открыть такое же заведение поступают из Шимгента, Караганды, Актобе, поэтому мы планируем основать сеть таких школ. По словам пары, лучшим учителем для талантливого ребенка является сцена, поэтому помимо музыкального образования дети получают возможность выступать во всех городских, республиканских и международных конкурсах. Кстати, в школу «Каракат» принимают с четырех лет. Жене Шеребжанова Илья Иванько – хедлайнер. По признанию Куралай Нуркодиловой, у нее открылось второе дыхание. Глава модного дома и бизнес-тренер давненько не баловала народ своими коллекциями. Подробнее в следующем сюжете. Строго в белом. Таков был дресс-код, но пока с Куралай Нуркодиловой. Эти наряды уже демонстрировались в Нью-Йорке, но этот вечер был организован модным дизайнером специально для алматинцев. Ветеран казахстанской моды не позволяет себе расслабиться. Куралай сама придумала сценарий мероприятия. Есть коллекции чисто коммерческие, современные, и то даже в них уже сейчас добавляем какие-то там орнаменты. Или же они очень тонко там вплетены или присутствуют. Вторая часть показа – ну вот что-то между современным и нашим. То есть это, конечно, не наши там оборки там. Да, есть, конечно, там, но это больше вот наша ручная работа. Через одежду она хотела пересказать свою непростую биографию. Как бизнес-тренер она часто мотивирует людей встать на ноги после поражения и продолжать, несмотря ни на что. Поэтому ливень отлично вписался в перформанс. Шоу must go on, как говорится. В таком приятном саду, под живую музыку, пантомима и гости такие молодцы. Все соблюли дресс-код. И я думаю, что такие правильные события у нас в городе теперь проходят чаще. И Куралай, она одна из законодательниц, наверное, именно не только в моду, но и в моду на такие вечеринки. Что ж, в этом году модному дому Куралай исполнилось 22 года. И, судя по всему, у сотейницы идеи хоть отбавляй. Женя Шаревжанова, Илья Иванько, хедлайнер. И вновь о Голливуде. Жизнь у зарубежных кинематографистов бьет ключом. Вот и сегодня интернет пополнился различными интересными слухами. Все подробности в нашем дайджесте. Видимо, Дуэйн Джонсон уже не может без супергеройских блокбастеров. Мало того, что актер подписался на роль Черного Адама, так еще и Шейн Блэк заманил его в киноадаптацию «Истории про Дока Сэвиджа». Более того, сообщается, что ребята обсудили еще один проект. Какой именно, общественности пока неизвестно. Скорее всего, речь шла о грядущем ребуте фантастического боевика «Хищник». Еще один интересный слух касается ребута легендарного файтинга «Смертельная битва». Поговаривают, что красотке Меган Фокс предложена роль принцессы Китаны. Сама актриса эту новость никак не подтверждает. Однако отмечает, что с радостью бы исполнила партию этого персонажа. А вот для поклонников «Бегущего в лабиринте» у нас плохая новость. Травма актера Дилана О'Брайена серьезно повлияла на съемочный процесс. Премьеру фильма пришлось перенести на 2018 год. Отмечается, что на площадке произошла авария с участием автомобиля, где актер переломал немало костей. Сфера комикс-блокбастеров не может и недели без новостей. Между DC и Marvel началась настоящая схватка за Чанинга Татума. В сети появилась информация, что актер, возможно, покинет проект «Гамбит» ради роли Шазама. На этом все. Смотрите программу «Хедлайнер» по будням в 20.55. Будьте в курсе самых актуальных событий. И подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм «Собачка Хит ТВ КЗ». С вами была Динара Исмаилова. До встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!